МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Резкое похолодание обрушилось минувшей ночью на Алтайский край. В некоторых районах столбики термометра показали минус 21 градус. Днем на Алтае уже значительно теплее, до 12 градусов мороза. Местами небольшой снег, на дорогах гололед. И расслабляться уже не стоит. На конец недели передает минус 32 градуса. В то время как наш регион сковывает холод, в горном Алтае вновь весна. В биосферном заповеднике повторно распустились цветы, дуванчики и лютики. Сегодня ночью на пересечении улиц Чкалово и Ядринцево сгорел частный дом на двух хозяев. В МЧС по Алтайскому краю сообщают, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Очень горело, очень, очень. Сколько натушили? Часа три-то точно тушили. С огнем боролись 28 спасателей. На место приехало 8 единиц техники. Жильцы чудом не пострадали. Последствия могли быть очень печальными и для жителей соседних домов. Была угроза в соседнем строении. В гараже в результате пожара произошел хлопок газового баллона, в связи с чем происходило интенсивное распространение огня. Из дома во время тушения было эвакуировано еще два газовых баллона. От огня пострадали кровля, перекрытие дома, стены. Сгорели два автомобиля. По горельцам предстоит чуть ли не заново отстраивать дом. При этом уже к субботе в Барнауле обещают до минус 24 градусов. В поселке Восточный прямо на остановке загорелся автобус маршрута номер 2. К счастью, люди не пострадали. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки. Кстати, ни очевидцев, ни комментаторов в соцсетях ситуации не удивило. Барнаульцы заявили, что автобусы этого маршрута ржавые, дряхлые. У некоторых машин плохо работают тормоза. Люди надеются, что инцидент заставит частников обновить свои автопарки. Кстати, на днях прокуратура признала, что многие автобусы выходят на маршруты с рядом нарушений. Это касается не только их технического состояния, но и нерегулярного расписания. В Барнаульском трамвае был замечен свистун-виртуоз. Парень насвистывает классические мелодии, например, из немого кино. Несмотря на то, что многие считают свист приметой безденежья, парень, наоборот, обогателся на своем таланте. Пассажиры трамвая поощрили свистуна за хорошее настроение. Комната, где создают будущее, появилась в Барнауле. Благодаря сибирской генерирующей компании ученики 53-й школы теперь смогут создавать и программировать роботов, проводить химические опыты. И не только. Там открылся инженерный лабораторный центр. Подробнее Илья Кочетков. Построить настоящего робота, напечатать на 3D-принтере нужную деталь, изучить строение живой клетки, виртуально оказавшись внутри нее. Взрослые гости говорили, что мечтали о таком оборудовании в своей школе. А в 53-й давно уделяют особое внимание естественным наукам. Благодаря данному оборудованию ребята могут заниматься практической деятельностью, проводить эксперименты, соответственно, выводить какие-то математические формулы, делать какие-то выводы. И, собственно говоря, это станет, может быть, началом их даже научной деятельности. Некоторое оборудование здесь уровня настоящих научных лабораторий. Сферы физика, химия, информатика, робототехника, биология, география. Сибирская генерирующая компания оснастила центр за 2 миллиона рублей. Деньги немалые, но энергетики уверены – образование – лучшая инвестиция. Мы хотим вернуть то высокое звание инженера, но уже не на пальцах, а именно в этих лабораториях, в этих центрах, чтобы ребятишки и наше будущее поколение представляло, что такое инженерные какие-то идеи, инженерные замыслы и как их воплотить в жизнь. На научные занятия записались уже десятки детей. Ставить опыты и проводить исследования будут во внеурочное время. А в период каникул здесь обещают устраивать занятия для учеников из других барнаульских школ. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. 10 ноября ушел из жизни один из старейших художников Алтайского края. Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Буткеев. Он родился в 1922 году. 23 декабря ему исполнилось бы 97. Творчество Михаила Буткеева известно далеко за пределами края. Его работа есть в музеях Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, а также в частных коллекциях России и за рубежом. Михаил Яковлевич практически все свое время проводил в мастерской. Он творил. Писал и накануне смерти. Родственники и друзья Михаила Буткеева намерены организовать выставку памяти, на которой и представят незаконченную картину. Он работал до последних минут своей жизни и умер с кистью в руках. На Мастерте стоит незаконченная картина, которая в работе. Это говорит о том, что человек настолько предан был своему делу, что, несмотря на неважное самочувствие, годы же дают знаки себе и старые раны фронтовые. Но он продолжал работать. Добавлю, что прощание с Михаилом Буткеевым состоится в эту среду в ритуальном зале на Аносово с 11.30 до 13.00 часов. А сегодня нашему земляку Михаилу Калашникову исполнилось бы 100 лет. Он был 17-м ребенком в семье и первым человеком, который сумел вооружить всю планету. Армии 55 стран мира приняли на вооружение его легендарный автомат. Говорят, в конце жизни Михаил Тимофеевич очень переживал, представляя, сколько человек было убито из оружия, которое он создал. Калашников прожил 94 года, но ушел из жизни в декабре 2013-го. Герой Российской Федерации, дважды герой социалистического труда. В честь столетия оружейника Центробанк даже выпустил серию монет с изображением Калашникова. А недавно на малой родине Михаила Тимофеевича в селе Курья после реставрации открыли храм Пресвятой Богородицы, в котором крестили маленького Калашникова. Памятнику Сталину быть в Барнауле предложили увековечить память отца народов. С такой инициативой обратился в соцсетях к губернатору края первый секретарь Алтайского крайкома партии Коммунисты России Сергей Матасов. Отлить Сталина в бронзе он предлагает в связи с юбилейными датами 140 лет со дня рождения вождя, 75 лет со дня Великой Победы и 90 лет со дня посещения Сталиным Барнаула. Матасов предлагает три места под памятник, площадь Советов перед зданием правительства, рядом с памятником Ленина или памятную плиту на здании Барнаульской гордумы. Алтайские медведи начинают готовиться к зимней спячке, но в лесах по-прежнему может быть опасно. Уснут косолапые только к середине декабря. Это не аномалия, а особенности местной популяции. В этом году в Сибирскую тайгу мигрировало больше медведей, чем обычно. Кто-то копает новые берлоги, кто-то обживает старые. Готовят спальное место медведи довольно быстро, за пару дней, но ложатся только после того, как снегом заметет все следы, и медведь наест достаточно жира. Иды в алтайских и сибирских лесах много, поэтому в тайге косолапые заснут позже, чем, например, на Камчатке. Еще нагуливают жир по времени, я думаю, ложится рано. Черемухи нынче обильный урожай был, рябины. Поэтому вот сейчас они в основном на ягоде. На ягоде копают корешки, очищают организм. Как только они набирают жир, они ложатся. Ну, как правило, медведицы с медвежатами, медведицы, медвежата питаются молоком, ей надо нагулять больше жира. Она ложится обычно позже, чем остальные медведи. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова